им привет давайте наверно начинать меня зовут никита я являюсь автором канала крипто watch maker и уже три года я занимаюсь торговлей различными роботами устраиваетесь поудобнее наливайте чай кофеек сегодня разберем платформу битсгэп и так прежде всего переходим на сайт битсгэп точка он здесь мы можем сразу получить 7 дней про аккаунта бесплатно далее что нам нужно мы сразу же попадаем терминал первым делом нам естественно нужно подключить биржу битсгэп имеется довольно большой выбор бирж binance by bit okix кукоин гейтайо все основные биржи имеются и подключается довольно просто выбираете просто интересующую вас биржу например битгет и здесь вот есть кнопочка как подключить нажимаете сюда и попадаете на подробнейшую инструкцию где описаны все шаги целиком и полностью у меня интернет немножечко прохлит попробуем перезагрузить страницу давайте посмотрим на хобби то есть полностью инструкция как подключить биржу платформе здесь имеется абсолютно на каждую биржу поэтому у вас не возникнет никаких трудностей с подключением платформы после того как мы подключаем все нужные нам бирже мы можем зайти во вкладочку портфолио и здесь будут отображаться все окины которые есть у нас на счету также можно посмотреть открытые ордера которые у нас в данный момент открыты на бирже открытые позиции и историю ордеров когда было что куплено когда было что продано на какую сумму по какой цене и естественно на какой бирже ну и в последней вкладочке у нас уведомление где будут последние уведомления по вашим позициям если у вас допустим какой-то api отвалился если там три месяца прошло к примеру да то есть вся эта информация будет в итоге отображаться здесь далее разберем вкладочку торговли без гэп это не просто боты это полноценный терминал с огромным функционалом прежде всего огромное удобство в том что здесь мы можем переключаться между всеми имеющимися у нас биржами буквально нажатием на одну кнопку то есть вот мы на финансе а вот мы уже зашли на байбит и здесь на байбите мы можем все что угодно купить либо продать причем не просто купить продать но с большим количеством дополнительных ордеров здесь слева биржевой стакан принципе он такой же как и на бирже принципе я им никогда не пользуюсь потому что если вам нужно отслеживать какие-то стены из ордеров и так далее для этого существует специальный софт уже здесь ниже имеется технический анализ и история торгов то есть по техническому анализу здесь мы можем на разных часовых таймфреймах посмотреть настроение рынка то есть по ема с ма и прочим индикатором и осциллятором например осцилляторы сейчас говорят продавать общая сводка говорит покупать а скользящие средние говорят что активно нужно покупать потому что рынок он сейчас активно растет би точек как мы видим наконец-то вышел из боковика и дает какой-то тренд нам до далее что интересного по ордерам допустим на обычной криптовалютной бирже также имеется лимитные маркет ордера стоп лимитные ордера но здесь они с дополнительным функционалом например мы помимо обычного take profit а допустим на 10 процентов возьмем bitcoin помимо нескольких take профитов которые буквально нажатием на одну кнопку добавляются да вы также можете передвигать их прямо на графике что также очень удобно также здесь имеется еще и трейлинг take profit трейлинг take profit довольно интересная функция которая позволит вам максимизировать вашу прибыль и так трейлинг take profit как работает данный функционал когда цена доходит до триггерной цены у нас активируется трейлинг take profit и он будет тянуться вслед за ценой сцена у нас будет расти трейлинг take profit будет расти вместе с ценой когда цена у нас дойдет до трейлинг take profit а произойдет фиксация сделки и мы заберем прибыль в принципе если у нас эта функция работает вместе с take profit а то вы можете допустим забрать один take profit или 2 take profit а если цена активно растет и остаток уже 3 take profit да вы заберете непосредственно трейлинг take profit ам так как цена естественно будет откатываться кстати говоря если у вас имеются какие-то вопросы можете писать в русскоязычном чате без гэп мы обязательно самые интересные вопросы далее с вами разберем трейлинг take profit имеется как на лимитных ордерах так и на маркет ордерах market ордера от лимитных ордеров естественно отличаются тем что market исполняется по стакану по той цене которая есть у нас сейчас данный момент лимитный ордер исполняется строго по заданной цене также здесь имеется стоп market ордер это у нас топ market ордер работает он точнее главное его отличие от лимитного ордера то что мы здесь также имеем трейлинги но ваша прибыль будет фиксироваться не лимитным ордером а маркет ордером из дополнительных ордеров также имеется тива ордера тива пардира это у нас что-то похожее на бота которая закупается ну раз в определенное время определенное количество раз да здесь мы можем выбрать что на 10 процентов от цены мы хотим чтобы у нас наша сумма разделилась на 20 к примеру ордеров а вот разделит собственно ваш ордер один до на 20 ордеров и произведет покупку из раз семь дней он будет покупать о вот такому количеству биткоина всего он разделит на 20 ордеров извиняюсь я немного волнуюсь давно не проводил прямые эфиры далее имеется еще скелт ордер здесь мы выбираем верхнюю цену допустим 49000 долларов а у нас да здесь мы не можем поставить цену естественно выше имеющейся у нас цены вот мы можем просто разделить нашу покупку на определенное количество ордеров например на 100 ордеров чтобы вот у нас естественно постепенно закупался но продавать он не будет данном случае для этого у нас уже существует как раз таки сеточный робот давайте кстати говоря к ним и перейдем и так сеточные роботы здесь на сверху имеется кнопочка запуск нового бота выбираем grid bot и далее уже настроечки естественно все биржи которые вы подключили к платформе здесь будут отображаться и вы можете запустить бота абсолютно на любой бирже который у вас имеется на абсолютно любой паре которая имеется на этой бирже в том числе поддерживаются торговые пары которые буквально только залистились на биржу она сразу же будет иметься здесь боте и вы сразу же сможете ей торговать далее по настройкам что такое у нас вообще grid bot и многие не понимают что такое grid bot и думаю что это какой-то умный искусственный интеллект будет вместе вас вместо вас торговать выбирать что ему делать и так далее на самом деле grid bot это всего лишь навсего автоматизация процесса то есть вы не можете 24 на 7 вот такое вот количество ордеров покупать продавать выставлять их заново и так далее а вот все это делать может вам просто нужно выбрать диапазон которым бот будет торговать то есть верхнюю цену нижнюю цену шаг сетки и сумму на которую вы хотите запустить этого бота так как у меня уже запущен здесь вот на биткоине давайте посмотрим на примере эфириума к примеру чем вообще преимущество ботов из гэп сеточных перед другими ботами да как минимум тем что здесь имеется бэк тест вашей стратегии эти боты отлично подходят новичкам по той причине что вы можете настроить его и сразу же свои настройки протестировать и посмотреть как они будут отрабатывать на определенном периоде времени также так как у нас на биржах разная комиссия вы здесь ее можете подправить от этого естественно также будет отличаться результат но к этому мы еще перейдем давайте непосредственно по настройкам как вообще подбирать правильные настройки для сеточного бота лучше всего для сеточного бота подходят монеты которые довольно долгий период времени ходят в боковике лично я рекомендую рассматривать монеты которые ходят ну как минимум пару недель в определенном ценовом диапазоне но при этом и на предыдущем периоде до этот диапазон не особо сильно отличался допустим здесь мы сейчас видим что у нас график аж до декабря прошлого года и мы видим конкретный определенный диапазон до в котором ходила цена исходя из этого диапазона мы можем немного срезать естественно верха здесь у нас также имеется ярко выраженная зона поддержки до ниже которой цена очень долгий период времени не выходила ну и вверх мы можем даже еще сильнее подрезать чтобы уменьшить диапазон почему это важно чем уже у вас будет диапазон о предыдущем периоду да по графику и чем чаще в этом диапазоне гуляла цена от верха к низу от низа к верху тем больше по идее бот заработает то есть нас интересуют максимально волатильные монеты которые гуляют максимально вверх вниз до но при этом на долгом периоде времени они идут каком-то определенном ценовом диапазоне которые в принципе нам и интересен допустим если мы выберем вот такой ценовой диапазон возьмем шаг немного побольше мы видим что у нас здесь на самом деле всего 16 процентов перекрытия да и количество гридов 30 штук если мы протестируем эти настройки нас трейлинг об включен нам нужно его выключить я также объясню сейчас почему то мы видим что у нас уже другой результат до за 30 дней то есть на эфириуме 387 процента за месяц почему при тестировании важно выключать трейлинг об бывает да то есть если мы включим трейлинг об и протестируем настройки мы видим что у нас довольно много бот не зацепил результат хуже потому что у нас цена подняла сетку вверх да как работает трейлинг об я сейчас вам тоже объясню и в итоге часть бот не отторговал трейлинг об работает таким образом что он нижний грид перетаскивает наверх когда цена выходит за верхнюю часть вашего диапазона то есть цена здесь пошла выше бот берет отсюда грид переставляет его наверх и он будет делать это до тех пор пока у вас будет расти цена в данном случае он бы тянул у нас до сюда сетку но естественно снизу все наши ордера также бы переместились при возврате цены снова в этот диапазон в котором мы настраивали вот изначально здесь бот уже не торгуют для этого у нас как раз таки существует функция трейлинг даун то есть мы можем включить функцию трейлинг даун и в таком случае когда сетка подтянулась бы наверх трейлинг даун подтянулся бы вместе с ценой и когда цена падала у нас бы здесь включился трейлинг даун и бот за дополнительные деньги открывал бы новые ордера поэтому изначально когда вы настраиваете бота вы никогда не настраивать его на все сто процентов своих средств вы всегда должны рассчитывать чтобы у вас оставались деньги на трейлинг даун на случай падения цены ниже того диапазона который вы изначально продумали предугадали посчитали правильным потому что мы что-то можем посчитать но рынок с нами может быть абсолютно не согласен и таким образом у нас бот расширил бы сетку то есть сетка была бы у нас уже не 30 ордеров а сколько вот бы здесь вот трейлинг дауном дополнительно насобирал в принципе здесь бы где-то наверное ордеров там 40 45 бы возможно было то есть сетка становится шире так как цена мы видим что в этом диапазоне не гуляет это также означает что деньги у нас целиком не работают с деньги работают только те где у нас гуляет цена и здесь приходит на помощь дополнительный функционал ботов битс гэп это когда мы можем просто взять и отредактировать уже работающего бота на примере запущенного бота на биткоине то есть мы жмем кнопочку изменить бота и здесь мы видим что мы можем либо добавить уровне сверху как секундочку чат прочитаю здесь мы можем изменять количество уровней сейчас цена например идет выше у нас должен сработать трейлинг об но трейлинг об когда срабатывает он покупает по рынку и естественно по той цене которая будет сейчас если мы видим что цена сейчас активно растет мы можем к примеру взять и вручную добавить несколько уровней чтобы у нас был какой-то дополнительный ход цены но это увеличит допустим нашу прибыль если цена сюда пойдет потому что вот сейчас в данный момент закупиться именно по этой цене если это делать с помощью трейлинга по автоматизации да он будет делать это по мере роста цены снова же если мы хотим убрать эти уровни когда они у нас уже здесь установлены и нажимаем минус да то монеты которые у нас здесь уже закуплены они просто лягут вам на баланс и они будут там лежать и ждать пока вы их вручную продадите как посчитать когда можно продать эти монеты я вам обязательно это покажу но сначала расскажу дальше про трейлинг даун допустим у нас сработал трейлинг даун и он здесь на создавал новых гридов но цена ушла да и у нас теперь другой диапазон и эти деньги не работают поэтому мы просто здесь можем убрать эти ордера здесь у нас только usdt в данный момент и просто usdt дополнительно лягут вам на баланс далее как понять когда продавать монеты которые мы убрали с верхних грядов в момент когда вы их убираете вы можете посмотреть вашу цену входа среднюю вашу цену ваших монет здесь немного изменился интерфейс буквально сегодня поэтому можно сказать импровизирую да у вас указана цена входа вы убираете лишние гряды и вы для себя понимаете что эти токены у вас имеют вот такую вот цену далее по статистике по общей статистике да здесь у нас отображается естественно торговая пара спотовый грид бот сумма ваших инвестиций и здесь буквально сегодня также появилась новая кнопочка кнопочка плюс где мы можем добавить дополнительно инвестиции в бота все очень долго этого ждали давным-давно это просили чтобы в бота можно было наконец-то добавить инвестиций то есть вот у вас какое-то время работает или у вас работает десяток ботов вы понимаете что какой-то из них работает намного лучше чем остальные вы допустим берете фиксируете прибыль по ботам которые не так эффективны и просто эти деньги добавляете в этого бота и бот перестраивает сетку то есть увеличивает ее на вашу сумму но не забывайте что с увеличением естественно инвестиции в бота в случаях если цена пойдет не вашу сторону вам всегда нужно иметь деньги на трейлинг даун потому что с помощью трейлинг дауна вы всегда можете оставаться в рынке и это в принципе очень важно потому что если цена допустим уйдет сильно ниже или даже не сильно ниже а просто перейдет в другой диапазон допустим просто спустится вот так вот сюда ниже и уже здесь пойдет торговаться до на данный момент у нас то сетка вот здесь то есть цена вроде бы как бы и не сильно упала но мы не торгуем ну и снова же вопрос что будет когда цена выйдет за верхнюю часть сетки и за нижнюю часть сетки если цена выходит за верхнюю часть сетки то можно считать что это самое лучшее время для фиксирования прибыли то есть даже сейчас если мы посмотрим у нас написано что цена без убыточности а находится вот на этом уровне то есть верхней части бота и самое лучшее время для фиксации прибыли как раз таки является верхняя часть бота даже не так как я нарисовала даже немного повыше вот так то есть в случае если цена выходит за нижнюю часть бота то бот просто не торгуют у вас здесь будет написан какой-то минус да в зависимости от того сколько бот на торговал и бот просто будет ждать пока цена вернется в диапазон то есть вы будете находиться полностью в данном случае в биткоине верхней части когда у вас нет грядов на продаже вы полностью в юсдт можете свободно фиксировать прибыль до свою а когда нижней части вы полностью там биткоине либо в какой-то другой монете которую вы запустили далее по статистике здесь у нас общий пнл и профит бота новички также спрашивают и не всегда понимают чем отличаются эти цифры и как правильно считать сколько заработал бот профит бота кстати говоря отступление небольшое до возле каждой подписи надписи до имеется восклицательный знак где вы можете прочитать что означает тот или иной функционал он есть почти везде и это очень может помочь вам разобраться вообще с работой робота также вот здесь можно найти центр помощи сейчас мы его откроем и в центре помощи на русском языке на английском либо на других вы также можете найти любую интересующую вас информацию прямо по поиску но есть один момент что некоторые статьи не переведены примеру на русский язык и тогда вы просто включаетесь на английский и пишите про интересующую вас функцию на английском языке а потом уже просто с помощью браузерного переводчика переводите ее на русский но команда битсг пообещала поработать над статьями и перевести их чтобы было все скажем так так вот профит бота это непосредственно сколько бот наторговал именно с продажи грядов общий пнл у нас складывается из профита бота и собственно монет которые у нас находится в боте то есть не проданы в данном случае bitcoin здесь мы видим цена без убыточности у нас то есть это средняя цена точнее вот она даже цена входа это средняя цена наших монет bitcoin которые закуплены если сейчас цена пойдет вниз от продолжит закупаться он будет естественно усредняться но не настолько естественно эффективно насколько падает цена и у нас будет какой-то определенный минус естественно по закупленному биткоину потому что цена продолжает падать и вот этот минус плюс то что вы на торговали с продажи грядов и складывается из этого как раз таки ваш общий пнл то есть общий пнл это сколько вы зафиксируете данный момент времени если закроете бота по остановке бота имеется несколько вариантов первый вариант это продать по рыночной цене то есть весь bitcoin который сейчас не продан в боте будет продан зафиксирован по цене да и плюс июз это который вы заработали и мы зафиксируем как мы видим 2 и 0 и 1 процента вот эту вот цифру непосредственно прибыли также мы можем продать bitcoin который сейчас не продан по заданной цене мы здесь можем поставить цену повыше оставшийся bitcoin будет продан по другой цене либо мы можем отменить все открытые ордера таком случае и bitcoin сколько его осталось и usdt упадут нам на баланс сейчас мы его закрывать не будем так появилась новая статистика давайте сейчас вместе с вами и разберем потому что здесь буквально сегодня еще было все совсем по-другому теперь мы можем видеть профит бота как он растет с течением времени до можем посмотреть один день одну неделю один месяц либо за все время то есть как у нас росла прибыль при этом будет написано средняя за день сколько мы зарабатывали кстати говоря средняя за день до средний процент за день также у нас еще и здесь написан мы можем нажать на вот эту кнопочку и изменить это отображение в столбиках где уже можем посмотреть какие дни были самыми прибыльными какие были менее прибыльными и так далее далее по позиции мы видим pnl pnl как раз таки вот этих непроданных гридов минус 22 цента у нас да и в сумме биткоина это вот такое количество со средней ценой 45 219 ну и здесь мы как раз таки более детально можем посмотреть как распределяются активы которые сейчас у нас в боте то есть прибыль составляет 19 долларов 15 центов в биткоине у нас здесь вот такое вот количество 30 275 и вот в этих ордерах которые у нас на покупку находится 815 долларов количество сделок которые было проведено за все время и время работы бота также вы здесь можете скопировать айди бота но я так понимаю это например для техподдержки если нужно сказать про какого-то конкретного бота также мы можем посмотреть детали бота вот в таком отображении то есть какой функционал включен сколько уровней у нас на данный момент какой шаг сетки то есть количество уровней она будет меняться естественно если у нас сработает трейлинг даун вот и сумма инвестиции естественно также будет расти здесь ниже мы можем найти бэк тест непосредственно от битс гэпа если мы нажмем сюда то мы увидим то есть по заданным настройкам точнее как здесь указаны самые высокие доходные боты частенько сюда попадают как раз таки монеты которые только-только залистились у них высокая очень волатильность и естественно не имеют довольно высокую прибыль но вы должны понимать что pump это не всегда хорошо и сейчас я вам объясню почему здесь можно выбрать период бэк теста 7 дней 3 дня либо 30 дней выбрать прибыль от какого процента до какого процента вам здесь будут отображаться результаты ну и естественно бирже вы можете выбрать определенные бирже которыми вы торгуете например вот такой вот у вас набор до бинанс кукоин окикс байбит подтверждаем и у нас отображаются теперь только монеты с этих бирж мы можем выбрать какую-либо монету и посмотреть как у нее двигалась цена настройки протестировать эти настройки и мы видим что при стандартных настройках мы бы заработали 18 процентов за месяц если бы запустились ранее на этой монете но обратите внимание что ранний бэк тест не гарантирует вам то что раз бот заработал за предыдущие 30 дней столько процентов что он и в будущем заработает столько же процентов рынок может пойти совершенно в другую сторону рынок может уменьшиться абсолютно волатильность даже здесь мы видим что у нас скорее всего основная прибыль была заработана вот на этом движении поэтому я рекомендую вам когда вы тестируете монету для grid бота и вы хотите чтобы она работала долго и стабильно то какие-то прям резкие пампы вот такие скачки которые происходили буквально там за один день или за несколько часов чтобы вы исключали из статистики бота допустим если мы возьмем сейчас статистику с 19 января когда весь этот скажем так движняк немного подуспокоился да то мы видим что у нас уже за 20 дней доходность 7 63 процента то есть 10 процентов за несколько дней бот заработал вот на этом движении поэтому когда совершаете бэк тесты и хотите чтобы бот у вас работал долго и в боковике то вы и смотрите этот боковик они какие-то вот резкие движения это один из моментов как правильно подбирать монету для робота ну и также не забывайте что совсем вот этим новым функционалом с добавлением и убавлением ордеров да если сначала у вас была широкая сетка вы в итоге и можете сделать более узкой освободить часть капитала да то есть нижнюю часть даже скорее подтянуть повыше если цена ушла выше до освободить usdt и сделать в принципе то есть инвестиции в этого бота немного меньше но в более узком диапазоне и таким образом он в принципе будет зарабатывать вам больше тоже немного отступлю от темы у платформы без гэп имеется реферальная программа то есть приглашая своих друзей вы можете получить 10 usdt с первой покупки тарифного плана а также будете получать 30 процентов комиссии от всех покупок приглашенных друзей то есть каждый месяц когда ваши друзья будут продлевать робота вы будете получать 30 процентов от этой цены давайте попробуем подобрать несколько монет которые сейчас можно было бы запустить и посмотрим какую доходность можно на бэк тестах скажем так вы торговать до про шаг гряда очень частый вопрос какой самый лучший шаг гряда все зависит естественно от волатильности чем более волатильная пара тем больше у нее будет шаг гряда потому что мы должны скажем так иметь баланс между количеством сделок между частотой сделок и собственно прибылью с этих сделок с чем больше мы делаем шаг гряда допустим если мы прям сделаем здесь один процент то естественно с каждого гряда у нас будет доходность выше но когда низкая волатильность у токена то сделки могут происходить довольно редко и таким образом с более мелким шагом гряда вы можете наторговать большую прибыль чем будете ждать с одного большого гряда надеюсь понятно объяснил то есть важно подбирать под волатильность чтобы у вас сделки не происходили раз в сутки например то есть раз в сутки при шаге там один процент да у вас если будет происходить а при шаге 0 3 процента у вас будет происходить там 30 сделок сутки то естественно вы больше заработаете и вот этот баланс его нужно держать при средней волатильности шаг гряда подбирается вот сейчас рынок более-менее ожил и в принципе уже можно 070809 до когда рынок менее волатилен то можно ставить в районе там 0 5 допустим до рынок прям очень активный то это один один и два процента но и также вы можете подбирать шаг вашего гряда с помощью бэк теста допустим мы сейчас сделали вот такую сетку и поставили шаг сетки 0 5 процентов смотрим так снова же у нас здесь рейлинг об смотрим вот можно было заработать почти 20 процентов за 30 дней если бы мы поставили такую сетку но мы в принципе не могли ее такую поставить потому что у нас здесь такого сетапа не было да но мы могли поставить такую сетку с 23 числа примерно то есть объективно если смотреть по движению цены по примерно 23 числа мы могли уже такой средний диапазон себе выбрать здесь какие-то пути монета только начала торговаться да но можно понять что здесь какой-то уже уровень образовался да и в принципе слишком высоко нам ее тоже не нужно растягивать 877 с 23 числа если мы поставим шаг гряда к примеру 09 мы видим что у нас уже 984 будет по процентам то есть здесь волатильности хватает да но если поставить какие-нибудь один и пять процентов то скорее всего доходность упадет 971 то есть тут примерно также осталось но бывает что это прям сильно режет доходность в общем всегда нужно искать баланс посмотрю чат может быть какие-то вопросы уже интересные появились может я больше заработаю чисто на пампе битка чем на работе бота сеточный робот он вообще больше предназначен для боковика то есть когда рынок более-менее вялый движется в небольшом диапазоне тогда она собственно пампе битка особо ничего не заработаешь движение потому что небольшие но сеточный бот как раз таки и создан изначально для того чтобы отрабатывать вот такие вот движения когда мы видим что почти месяц цена болтается там в диапазоне но здесь большой диапазон то есть 40 процентов это довольно большой диапазон но бывает когда цена болтается и в районе там 15 процентов ну и кстати говоря преимущество ботов без гэп еще как раз таки вот в этих трейлингах да то есть мы изначально входим в боковике а потом благодаря допустим трейлинг капу забираем вот подобные движения но существует некоторые такие монеты которые вот так вот ходят 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 в боковике потом делают резкую такую свечу причем это тень свечи тело свечи где-нибудь вот здесь заканчивается день здесь да и дальше идет также потом снова сюда причем то есть эта тень она может быть на часовике и теоретически если у вас всегда включен трейлинг об то на таком движении у вас может поднять сетку довольно высоко то есть ваш диапазон может измениться то есть он закупается вот здесь где-то на хаях и цена возвращается обратно в диапазон в котором она торговалась поэтому лично я трейлинг кап не держу включенный на постоянке то есть он хорошо отрабатывает когда цена постепенно потихонечку как допустим сейчас даже на том же самом биткоине да она постепенно уходит вверх и как раз таки здесь трейлинг кап он отработал мы вернулись вот в этот диапазон сетку как раз таки вернула я бы даже сказал в хорошее состояние да вот вы видите где этого бота запустил и трейлинг капом мы вот такой вот диапазон в итоге образовали то есть частенько монеты возвращаются в тот же самый диапазон либо они могут спуститься и потом долго болтаться в боковике в этом же диапазоне для таких примерно вещей и созданы вот сеточники сеточники те же самые пампы битка можно отрабатывать с помощью диссей ботов которые также имеются на платформе битсгэп примеру я здесь еще про него ничего не говорил но мы видим что у нас здесь имеется еще открытый в то же самое время я запускал их абсолютно одинаково я взял им по настройкам одинаковый примерно диапазон то есть какой был диапазон сетки у сеточника по ширине я количество усреднений у диссей бота взял на такой же диапазон про этого бота мы поговорим на следующий на следующий с вами встречи но как мы видим что диссей бот как раз таки на трендах до зарабатывает больше каждому времени свой инструмент сеточник он для боковика он зарабатывает не так быстро но зато долго и стабильно диссей боты отлично отрабатывают вот такие вот различные движения если поставить к ним прекрасные индикаторы которые не будут заходить на хаяк до одессе и боты зарабатывают очень много денег далее посмотрю вопросы могу ли я в боте копить монету зарабатывать монеты до существует помимо крит бота еще by the deep бот он отличается от обычного сеточника тем что он как бы перевернутый то есть когда цена будет расти вверх он у вас будет показывать по статистике убыток а когда цена будет падать вниз он у вас будет показывать максимальную доходность потому что суть данного бота by the deep бота покупая на дне как раз таки закупиться монетами максимально дешево и плюс еще в том что он зарабатывает прибыль непосредственно в той монете которую вы запускаете но есть база есть квота база это у нас в данном случае bitcoin квота usdt и данный бот by the deep как раз таки зарабатывает в базе то есть вы с помощью этого бота можете зарабатывать там bitcoin эфириум либо любую другую монету который имеется здесь списке а здесь списке имеется огромное множество различных монет то есть здесь списке все монеты которые имеются непосредственно на бирже том числе как я уже говорил новые монеты давайте вернемся grid боту по поводу grid ботов еще есть такая функция как pump protection пока что я не рассказал наверное только про нее сейчас мы про нее и поговорим я вам говорил про то что бывают резкие бампы из-за которых сетку может поднять как раз таки для того чтобы это не происходило существует pump protection когда произойдет к примеру вот такое вот движение допустим что это свеча было еще выше и было она там буквально недолго да и вот если она как раз таки было там недолго то бот не сразу начнет перестраивать сетку сюда не сразу начнет ее перетягивать если мы выключим pump protection то вместе с ростом цены там буквально моментально вот начнет переставлять гряды на покупку сюда и будет поднимать вашу сетку но снова же pump protection не поможет вам если этот пам будет держаться там час-два часа до но потом цена вернется в тот же самый диапазон я к сожалению не знаю какой скажем так таймфрейм у вам протекшна то есть если центре помощи я этой информации не нашел и как-то руки не доходили спросить у команды битс гэпа так что если ответ имеется можете написать его в чат далее по вопросам бэк тестом на 3730 дней на что лучше смотреть бэк теста у конкурентов не видел да действительно битс гэп на данный момент является единственной платформой по сеточным ботом и диссей ботом которая имеет полноценный бэк тест вашей стратегии это огромное преимущество платформы из-за которой наверное вот три года назад когда я начал пользоваться битс гэпом вот тогда уже был бэк тест и благодаря наверное бэк тесту прежде всего я до сих пор с этими ботами потому что это просто самое лучшее что можно придумать для вообще любой стратегии когда ты можешь ее протестировать на периоде времени по поводу того какой бэк тест смотреть какой период времени здесь я думаю что стоит отталкиваться как раз таки от того как двигалась цена и как она двигается сейчас если плюс-минус стабильно с небольшим как сказать без резких пампов и дампов то можно захватить весь диапазон и посмотреть на более долгом периоде если происходит допустим вот такие пампы то бэк тест может вас немного запутать он может показать вам слишком оптимистичную картину потому что на таких как раз таки движениях зарабатывается максимальная прибыль но допустим вот этот период прибыль была вялая а произошло такое движение и вот заработал допустим довольно хорошие деньги и начал показывать хороший результат поэтому старайтесь смотреть бэк тесты на стабильной волатильности то есть когда вот обычное время уходит вот как монета она ходит старайтесь вот этот диапазон захватывать потому что где гарантия что этот памп произойдет еще раз или он будет происходить стабильно раз в неделю есть некоторые такие монеты раньше они были на бирже okx довольно частым явлением монета ходила в диапазоне 30 процентов в течение там полугода с редкими но такими подобными пампами то есть буквально гуляет 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 в своих там 30 процентах резкий памп очень высоко тут же дамп и снова гуляет на таких монетах как раз таки отключается трейлинг об и все и забирается как раз таки вся эта волатильность и мы спокойненько зарабатывали на спотовым боте на сеточники более 30 процентов месяца в месяц на таких монетах давайте что-нибудь посмотрим еще что тут из монет имеется монеты которые недавно торгуются вот как я говорил они частенько попадают иски самых прибыльных потому что частенько монеты после листинга растут и потом естественно происходит коррекция и вот как раз таки уже после коррекции можно рассматривать какую-то стратегию допустим если рискнуть то как раз таки данного данную монету к примеру можно было бы допустим вот так запустить кстати говоря на медвежьем рынке у нас образовалась такая прекрасная стратегия которую мы назвали стратегия правильного запуска заключается она в том что на медвежьем рынке монеты чаще падают чем растут и чтобы минимизировать убытки и чаще видеть зеленые циферки в статистике бот запускается таким образом что делается минимальное количество ордеров на продажу то есть бот закупается здесь всего лишь навсего вот на такое вот небольшое количество монет да а все остальное у него usdt на случай падения монеты случае падения мы имеем довольно эффективное усреднение цены и при возврате цены там в боковик до или обратно мы сразу же будем иметь хорошие цифры прибыли если же монета будет расти у нас имеется снова же трейлинг об который будет подтягивать сетку так что мы получается выигрыши в в обоих вариантах в случае же если открыть бота к примеру вот таким вот образом вы представляете мы закупаемся сразу же вот таким объемом монет если цена падает вниз то усреднение происходит довольно неэффективно и средняя цена у нас будет не очень хорошая мы долгий период времени будем видеть там минусы у себя по статистике и в принципе даже если у вас будет там около нулевой плюс до при вот таком запуске и вы решили запустить другого бота другого стратегию другую стратегию вы сможете это сделать на случай если вы запускались вот так у вас будет минус и вы уже вряд ли захотите фиксировать этот самый минус поэтому лучше чуть-чуть не недозаработать на трейлинг капи когда он пойдет чем собственно иметь минус но это стратегия была скажем так более эффективная на падающем рынке потому что вероятность падения была намного выше чем вероятность роста снова же по трейлинг об у допустим мы выбрали вот такой вот диапазон если мы сейчас нажмем протестировать настройки то естественно бэк тест будет учитывать трейлинг об если мы сюда добавим еще трейлинг down на случай падения сделаем тестирование настроек то он зацепит также и трейлинг down то есть просто я вам без трейлинг оба показывал чтобы скажем так на стабильном боковике вы смотрели какие результаты показывает монета но бэк тест отлично показывает как и с трейлинг капом так и с трейлинг down принципе кстати говоря если даже рассматривать более реальную картину то наверное оба их стоит включать при бэк тесте сразу потому что ясное дело что когда будет монета расти вы скорее то есть оставите пока что трейлинг об включенным и будете зарабатывать прибыль чем вы зафиксируете сразу эту прибыль да ну естественно после роста будет какая-то коррекция которая в принципе может выйти за нижнюю часть сетки где вас спасет уже трейлинг down ну и тут при всех этих движениях если мы забираем и трейлинг down и трейлинг up он за 30 дней 15 процентов мы могли заработать захватывает он 30 дней как он даже 30 дней получается не захватывает с 18 все таки да то есть этот результат получается 15 процентов за 22 дня он просто 30 показал потому что истории ранее не было видимо так далее по вопросам еще пройдемся посмотрим у нас по вопросам пробный период будет бесплатно сейчас юзу несколько ботов первый месяц везде бесплатно 7 дней бесплатного про аккаунта вы можете получить зарегистрировавшись на платформе без гэп и получите полный функционал и потом можете выбрать для себя подходящую вам подписку то есть по сути чем дольше работает грит тем лучше да это более долгосрочная стратегия можно сделать немного пошире сетку процентном скажем соотношение давайте другую монету выберем не новую а что-нибудь что уже какое-то время работает допустим вот вот возвращаемся в медвежий рынок и что мы видим то есть вот монета естественно выросла появилась волатильность и так далее но что мы видим ранее даже сделаем давайте четыре часа даже сделаем график и посмотрим 80 процентов приблизительно монета гуляла почти целый год естественно с помощью добавления и удаления ордеров мы могли эту сетку постоянно держать в каком-то хорошем узком диапазоне и то есть весь этот диапазон мы могли забрать сто процентов движения цены но вам не нужно сразу растягивать сетку на сто процентов потому что у вас есть трейлинг об у вас есть трейлинг даун вы можете добавлять ордера вы можете убирать ордера то есть если здесь цена шла допустим вот таким вот образом трейлинг капом у вас давайте я наверно увеличу это наверное не видно я на медвежьем рынке рекомендовал сетку особо уже там процентов 40 50 не делать но здесь как мы видим даже меньше даже трейлинг трейлингов бы не было то есть сетку подняла пошло потом трейлинг дауном у вас спустилась торгуется торгуется снова потом трейлинг капом допустим поднялось вы могли все это время добавлять или убирать ордера и весь этот период вы могли торговать я не знаю как тест настолько далеко не смотрит и сколько бы вы могли заработать но мой опыт подсказывает что намного больше чем естественно дает стейкинг примеру то есть эта история намного выгоднее стейкинга и в принципе даже живучие на медвежьем рынке секундочку еще чат посмотрю какие индикаторы использовать принципе сеточные боты чем хороши это тем что вам для них не нужны никакие индикаторы индикаторы больше используются для одиссея бота именно для их настройки но о них мы поговорим на следующей сессии с вами чтобы начать торговать сеточными ботами вам достаточно изучить что такое японская свеча где у нее хвост где открытие где закрытие и уровне поддержки и сопротивлений то есть основная сетка на истории допустим одного двух месяцев вы можете построить просто свою сетку от уровней поддержки и сопротивления например вот сейчас можно вот такую сетку сделать но снова же мы видим да что это у нас с 14 декабря мы имеем вот такой вот диапазон но снова же старайтесь резать вот эти вот х и потому что здесь свечи выходили довольно редко за верхнюю часть сетки а значит эти деньги бы у вас грубо говоря не работали здесь мы подрезали диапазон мы не забываем что у нас есть трейлинг об который случае роста цены всегда подтянет ее выше я бы даже вот так бы подрезал да и нижнюю часть про нижнюю часть также не забываем что у нас всегда есть трейлинг down просто не закладываете всю сумму которую выходили вложить в данного бота сразу же есть к примеру даже вот так один процент 21 grid даже получается при одном проценте 21 процент ход цены это довольно узкий диапазон получается и в принципе вот такого бота его можно запустить далее вы просто за ним смотрите и корректируете функционалом которые я вам показывал я вам его покажу еще раз чуть чуть попозже вы можете приплюсовать сверху ордера приплюсовать снизу ордера даже без срабатывания там трейлинг down но лучше все-таки дождаться трейлинг down а самостоятельно ряды вниз не добавлять потому что добавите вы их вот по этой цене которая сейчас здесь установлена там 7 долларов да если вы добавите сейчас вниз гриды дополнительные случае же падения цены вы естественно будете по актуальной падающей цене докупаться так что вниз самостоятельно ордера не приплюсовывайте вверх можно потому что добавляя ордера вверх сейчас вы закупаете их вот по этой цене они вот по этой когда цена туда зайдет вот допустим вы хотели вложить 1000 долларов у вас шаг гряда к примеру один процент кстати с раньше стоп трейлинг да он по-моему показывал в процентах сейчас вижу только цену может быть я что-то не там смотрю здесь раньше проценты отображались было довольно удобно по шагу гряда можно было посчитать допустим сколько вам дополнительно денег понадобится для трейлинг down вот и просто просчитывайте по процентам шагу гряда сколько вам примерно нужно денег на трейлинг down и просто запускаете бота меньше допустим на эту сумму не на 1000 долларов к примеру а если вас там весь диапазон 21 процент вам сюда там 13 запускаете там к примеру на 600 долларов бота и в случае как раз таки падение сюда он у вас разгонит этого бота как раз таки до той самой 1000 долларов которую вы хотели изначально в него вложить но от того что вы сразу сделаете широкий диапазон и вложите эту сумму в него да он у вас от этого больше как бы не заработает так далее по вопросам какая реалистичная доходность в месяц на grid боте естественно все зависит прежде всего от рынка если рынок вялый никуда не движется в принципе доходность может быть и 5 процентов если допустим происходит вот такие вот движения да то мы можем просто по тому же самому бэк тесту посмотреть так это у нас с трейлингами но там мы ну к примеру вот за месяц на монете нт на спотовом боте около семи процентов есть монеты принципе которые могут давать там 10 процентов да то есть но снова же монету ее нужно найти и благо здесь есть вот такие вот замечательные бэк тесты по которым мы можем походить посмотреть посмотреть диапазоны которых там с монета торгуется да и просто потыкать по настройкам снова же благодаря вот этому хорошему движению 21 процент за 30 дней если мы допустим уберем его и поставим там допустим на 21 января мы видим что в принципе нормальная волатильность без особых каких-то резких скачков до 9 процентов за 19 дней принципе сейчас сегодня для сеточного бота это хороший результат то есть в месяц это может доходить до 15 процентов то есть на таком вот среднем рынке 15 процентов доходность на спотовом боте это в принципе неплохо на обычном рынке с вот такими вот движениями зарабатывается легко и 30 процентов и больше зарабатывается но как я уже сказал нужно найти свою монету которая очень активно но очень в узком диапазоне ходит дальше по вопросам какие ошибки самые распространенные при работе с гридом самые распространенные ошибки ну наверное прежде всего на всю котлету в одного бота каком-нибудь узком диапазоне не рассчитав абсолютно то что цена может пойти не в вашу сторону вот даже если взять вот этот диапазон который мы видим вполне логичным было бы сразу же смотреть трейлинг вот в эту сторону примеру да потому что если вы на сто процентов зашли сюда в этого бота цена пошла сюда в итоге диапазон может поменяться цена может вернуться вот в этот диапазон и в нем продолжить торговаться а у вас низ сетки находится вот здесь и вы потратили все деньги и вроде бы как бы и рядышком цена то ходит но вы все равно не в рынке и деньги не зарабатываете то есть это одна из наверное самых главных ошибок это залетать на всю котлету что еще из таких ошибок ну слишком узкий диапазон я сказал про это я сказал ну наверное это присуще всем людям но есть еще такой момент как жадничать и скажем так не фиксировать прибыль бота когда это может быть очень вполне актуальным сейчас покажу пример когда можно было зафиксировать допустим вот такого вот бота во первых данного бота вот таким вот образом было бы запускать скорее неправильно потому что после пампа всегда следует даб после любого роста будет коррекция и если вы увидели что вот ну как цена остановилась что пойдет вниз то вам не обязательно открывать здесь робота и выкупать все это падение вы можете запомнить себе эту монету и поставить будильник допустим на том же самом трейдинг view на определенную цену там хотя бы фибоначчи там какие-нибудь посмотреть до проценты падения я не знаю до 0 5 уровня к примеру да и оттуда уже смотреть запуск бота то есть если монета очень активно растет подождите ее коррекции не запускайтесь сразу вам не нужно с хаев выкупать все это движение даже если вы с таким диапазоном откроете бота но когда цена будет вот здесь или даже в середине у вас намного лучше будет точка входа и намного лучше будут проценты если вы сразу отсюда все выкупить то есть понятное дело что вы если отсюда выкупаете у вас там и нибудь здесь уже средняя цена будет да а если вы запускаете здесь цена еще сходила ниже то есть у вас средняя цена будет как бы уже ниже и в плюс вы выйдете намного быстрее то есть к одной еще такой ошибки это как бы запуск бота скажем так на хаях до чтобы забрать падение вам его не нужно по идее забирать это падение вам просто лучше конце этого падения открыть уже бота и забрать отскок но это как в любом я не знаю трейдинге в принципе все принципы они применимы так еще по вопросам использую сейчас велис дженерия кефель эфель чем преимущество ваших ботов я к сожалению не знаю что за эфель бот вот но с велисом и дженерии я знаком дженерия является очень сложным ботом в освоении для новичков то есть опытные ребята в дженерии ломают себе голову как ее настроить она абсолютно не подходит для новичков к примеру сеточные боты они прежде всего для новичков там у них все очень тяжело со статистикой настройками и без гэп он очень интуитивно понятен он очень простой в настройке в управлении имеет огромный широкий функционал которым довольно легко пользоваться и естественно как я уже и говорил это бэк тесты бэк тесты пока что не имеет еще ни одна платформа чтобы вы могли протестировать свою стратегию то есть на других роботах вы открываете бота ну грубо говоря слепую вы можете на что-то надеяться но если вы новичок то вы скорее всего на делаете просто ошибок а здесь же новичок может просто взять посмотреть на уровень сопротивления посмотреть на уровень поддержки посмотреть что монета ходит в этом диапазоне какое-то время выбрать какой-то определенный шаг гряда до протестировать настройку вы скажете так это можно сделать то есть ну натянуть вверх-вниз и боковик на любом боте но здесь вы можете сделать бэк тест ни одной монеты а там десятка монет 20 монет 30 монет и выбрать из них лучшую без бэк теста вы будете наугад до боковик есть до диапазон есть да легко настроить а какая монета из тех что вы выбрали покажет лучший результат здесь вероятность ну намного выше выбрать правильную монету и заработать больше денег что же до велеса конкретно то там диссей боты там сеточников нет вообще и там на диссей ботах также нет бэк теста бэк тест я считаю что это очень нужная настройка ну которая просто необходимо это наверное основные преимущества которые я могу выделить ну и плюс еще естественно торговый терминал в котором вы можете переключаться между огромным количеством бишь ну в принципе всеми биржами наверное основными которые у вас есть нажатием одним кликом и торговать с терминалом с расширенным функционалом которые не предоставляют бирже то есть на биржах такого функционала нету то есть у терминалов если вы любите торговать руками то есть у биржевых терминалов нету трейлингов нету такого обширного выбора настроек то битс гэп это не только про боты это еще и про терминал по из иди бот есть также имеются диссей боты ючерсные диссей боты спотовые но о них мы с вами поговорим уже на следующей встрече что-то еще по вопросам имеется комиссии учитывается при подсчете профита до комиссия учитывается при подсчете профита так сейчас тут немного изменился интерфейс вот мы открыли историю робота и видим что вот у нас комиссия на бай комиссия на sell все это учитывается все это естественно считается вы можете посмотреть все абсолютно свои ордера в том числе открытые где они стоят каким количеством объемом и так далее без гэп сетку строят с учетом стандартной комиссии биржи в убыток он ее не построит дополнительное пояснение еще от знающего человека в чате а если комиссия меньше стандартный в боте можно скорректировать в самом боте скорректировать комиссию вы не можете битс гэп не берет с вас никаких комиссий то есть без гэп не накидывает на комиссию торговли абсолютно никакую то что вы видите здесь комиссию эта комиссия непосредственно бирже без гэп просто ее считает и просто ее отображает что вы можете сделать с комиссией это при настройке когда вы выставили какие-либо настройки и сделаете их тест вы вот здесь можете уменьшить комиссию и тогда вам покажется естественно абсолютно другой результат вы видите как сильно поменялся результат естественно на биржах там на бинансе допустим в парах к б и usd не было комиссии и при бэк тестах мы естественно сделали делали тут минимум тут нельзя поставить 0 раньше нельзя было то есть мы ставили 01 допустим 001 да не ставится 0 1 сотая процента это минимальная комиссия которую вы здесь можете указать вот и при комиссии 01 и 001 вы можете видеть что разница присутствует и особенно она будет заметно если вы допустим сделаете довольно маленький шаг гряда будет происходить огромное количество сделок и поэтому комиссии вы можете заплатить больше маленький шаг гряда минимум 036 это кстати говоря вот о том то о чем говорил окинс в чате что вы не можете все равно поставить шаг ниже чем вам позволяет бирже чтобы вы в общем то могли заработать да если вы поставите ниже то вы уже будете в минус торговать вот если мы сделаем здесь сейчас тест 28 16 при 0 0 1 37 то есть видите разница когда шаг гряда был выше но довольно существенная получается так далее по вопросам так много сообщений в чате ну мало вопросов сколько стоит подписка и какой план советую купить без гэп имеется три тарифных плана базовый advanced мы его называем средний и про среднего плана более чем достаточно если у вас там депозит я считаю что да ну кстати говоря ранее были только сеточники и принципе мы рассчитывали что до 5000 долларов вашего депозита вам среднего будет вполне достаточно но теперь добавили большое количество диссей ботов поэтому вам базового тарифа в принципе может хватить на любой депозит с таким количеством диссей ботов и сей боты тоже довольно интересная штука мы с вами на следующей встрече о них поговорим и про тариф это если все же вы хотите иметь побольше сеточных ботов помимо диссей ботов и просто выбирайте наверное исходя из этих соображений сколько сеточных ботов вы хотите потому что 50 диссей ботов мне кажется уже любой депозит смогут скушать частенько бывают скидки так что следите за без гэп чатом каналом и отслеживайте скидки он постоянные скидки бывают в районе черной пятницы хлоуина там может до 50 процентов можно спокойненько себе на год подписку урвать что очень даже выгодно получается можно запустить пары не с usdt а с другими монетами естественно можно можно запустить даже многие кстати говоря задают такой вопрос так на наоборот наверное да пару bitcoin эфириум то есть все торговые пары которые есть на бирже как я уже говорил они здесь также имеются это и usdt этой ию из дисси и даже как вы видите биткоин к brz bitcoin к да и к евро и так далее все это имеется все что есть на бирже все есть и здесь многие кстати говоря спрашивают типа вот круто запустить бота на биткоине с эфириумом любом случае будешь выигрыши потому что обе вроде бы как равноценны так что да можно запускать торговые пары абсолютно разные не только с usdt что же я думаю мы сегодня довольно много с вами уже обсудили уже более полутора часов идет у нас стрим так что я приглашаю вас на следующую на следующий вебинар дату когда-то здесь написано это будет 13 февраля где мы обсудим с вами уже непосредственно диссией ботов и посвятим вебинар непосредственно диссией ботов и как раз таки разберем от разницу домашнее задание давайте я вам всем дам регистрируйтесь на бирже вы получаете 7 дней про аккаунта бесплатно его вам как раз до 13 числа будет достаточно включайте дима режим кстати говоря еще одна очень важная функция который нет наверное снова уже нигде ну нам на биржах но это не на многих но на биржах нет такого функционала это естественно дима режим дима режим вы можете месяц держать бота открытыми то есть через месяц он у вас обнуляется и балансы собственно ну и посмотрите в портфолио какие здесь балансы дано на всех биржах вы можете открывать для тестирования огромное количество роботов и потом уже после дема запускать в боевой скажем так те которые вам понравились больше вот так что домашнее задание вам выбрать несколько монет и запустить grid ботов закрепить скажем так то что я вам сегодня рассказал и будете делиться вашими результатами и вашими вопросами как которые у вас возникнут непосредственно на следующем вебинаре так что всем спасибо что вы присутствовали всем спасибо ну и всем пока а